приветствую силачи из цары школы всех участников группы всех посетителей нашего уютненького интернет-магазина в общем это видео снято на тот случай если господин красильников ну начнет что-то предъявлять нам что мол плохо работает все дела и так далее сейчас я вам хочу рассказать точнее показать все прелести сотрудничества с многоуважаемым дмитрием в особенности покажу то в каком виде эспандеры нам приходит расскажу о паре косяков которые нам приходилось исправлять и детально посмотрим посылки посылку в общем приходит присылал нам дмитрий эспандеры вот в таких вот завязанных упаковках здесь вот вы видите 23 штуки ну и соответственно подразумевается что когда эспандер приходит полная комплектация замотанный стрейч и такую пленочку которая лопается все мягонько аккуратненько сразу возникает такая мысль что наверное там все хорошо и ничего исправлять и поправлять не надо то есть спокойно берем один так сказать комплект отсюда скотч отрезаем кладем посылку отправляем клиенту в идеале бы все так и было если бы не было бы наоборот так я сейчас вот возьму распечатывайте посылочки и посмотрим каком состоянии приходит нам эспандеры так ну что ж возьмем сейчас первый попавшийся вот отсюда эспандеры и распакуем его на камеру удержать неудобно я сделаю это так думаю там все прекрасно видно аккуратненько освобождаем ничего не дай бог не поцарапать не сломать и не попортить те же самое интересное сейчас фокусируем самое интересное идет дальше очень дико неудобно держать камеру снимать насадки у меня на голову тяжелее нет ну ладно попробуем то что мы видим дальше вергла вергает нас постоянный шок и дискомфорт потому что ладно легче не распоказать и все запечатано очень качественно вы с этим вообще нет никаких проблем конечно если люди не учить не учитывая не учитывать прошлый месяц когда эспандеры приходили замотаны в бумагу все разваленные это переходилось и заново собирать вот но уже тогда были проблемы точно точно такие же какие мы сейчас с вами увидим но все мы по крайней мере думали что происходит из-за того что они были плохо упакованы так ну вот мы открыли эспандер и внимательно смотрим что у нас здесь а здесь у нас даже ржавчина что себе первый раз такое здесь у нас не про красы побитости все остальные детали посмотрю а ну вот опять как всегда облезшая краска могу понять почему нормально не покрасить так вот перед нами эспандер и тут мы прекрасно смотрим и видим что на ручках опять опять есть непосредственно прокрасы то есть мне в принципе них ну все равно но блин товарный вид товар должен быть приведен как минимум то есть все вот эти непрокрасы которые вы видите нам приходит приходилось их самостоятельно исправлять самостоятельно красить потом самостоятельно все это сушить заново упаковывать и отправлять я не понимаю зачем вообще мы должны этим заниматься если мы купили как бы эспандер для продажи ну ладно он приходит уже упакованный приходится его опять перебирать исправлять недочеты и собственно потом уже отправлять так тут у нас комплекте шестигранный ключ болтик все нормально последней партии кстати не было не хватало не хватило нам шестигранных ключей мы это все докупали сами болтов зато было больше чем нужно сейчас попробуем одеть посмотреть как как у нас тут сегодня сейчас ведет себя ручка да ладно вот опять кстати уже не первый эспандер сейчас приближу хорошо что сегодня он такой не попался когда клиенту отвозил я покрасить покрасила ручку не проверил короче не первый уже эспандер где ручка собственно подается кривая это какая-то жесть где это какая-то друзья потому что я не знаю чем не говорить людям которые которые покупают тратя деньги на эспандер вы сами прекрасно все видите что она кривая блин то есть никакие ворота не лезет очень классно вот ну и что нам в такой ситуации делать честно говоря не знаю придется отдать кузнецова там он же но я не знаю как он добусь исправлять он то будет исправлять сам сейчас приблизим вот так как то так так ну что идем дальше взял вот первый попавшийся эспандер из пачки честно говоря не знаю чего остальных ну что попробуем сменить ручку посмотрим нормально ли она оденется я честно говоря надеюсь что нормально так так ну че я не знаю как можно так безответственно подходить к делу честно говоря банально не покрасить эспандеры банально просто не проверить как они уложены опять же банально обезопасить так сказать контакт исключить контакт между железными частями эспандера если вот это вот можно было отдельно завернуть это можно было завернуть отдельно это тоже мы так делаем когда свой товар отправляем у нас все хорошо так здесь опять не про красную не знаю это уже особо не критично надеюсь она оденется чего блин это делась нормально был кстати один раз момент когда эта ручка не одевалась на эспандер сейчас фокусируем немножко не одевалась на эспандер ни в какую вообще то есть была дырка была очень узкая нам приходилось ее самостоятельно исправлять опять же вкуп посредством кузницы вот это тоже было неприятно конечно же так что не крутится ничего вот так что честно говоря впечатление от сотрудничества но на двоечку из пятерочки благо что товар хотя бы приходил так ну вот все закручено на зажимать не буду но вот как то так получается ручка кривая это блин очень по уродски выглядит я сейчас разберу остальные эспандеры посмотрим на их косяки у некоторых не пробита нормально клеймо наше у некоторых ручка не одевалась некоторые не покрашены такие кривые в общем косяки да и только а ну еще можно взять во внимание тот факт что мы эту партию ждали два месяца потеряли порядочное количество клиентов которые вернули деньги и почему-то аргументировали это тем что заказать эспандеру дмитрия будет быстрее почему я не знаю учитывая в общем не важно а а а а а Продолжение следует... 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 супер если бы не приходилось все подкрашивать но удлинительного это вообще не покрашена часть я не знаю зачем так вообще делать неужели сложно взять баллончиком или чем он там красит лишний распрыснуть и идем дальше мы снова у нас не прокрас все в ужасном виде след державчины и коррозии клейбул наш есть на самом деле стыдно что он тут есть потому что качество не самая высокая далеко не самая высокая опять все ржавое не прокрашено вторая часть естественно такая же вряд ли что изменилось ну конечно да а кроме того она еще даже не засохшая то есть он даже не дождался пока она засохнет сразу запаковывал видимо очень спешим то два месяца мы ждали ждали он так опять половина не прокрашена не могу понять почему это так сложно сделать то все то же самое ничего не прокрашено все побито вот такие эспандеры все я не вытаскиваю за купол из упаковки что потом не засовывать на ручках эспандера все то же самое бывает и хуже вот кривые ручки надо будет проверять уже непосредственно перед отправки на самом деле ладно краска бог с ним покрасим там и так далее конечно тоже полное дерьмо но вот кривые ручки это ну это нонсенс просто настолько безобразно относиться и безответственно к своей продукции все не прокрашено а здесь у нас та же самая история ужасно выглядит ужасно не прокрашено вот здесь даже сам эспандер не прокрашена вон ручка вообще забыл покрасить походу ее даже вот здесь шикарно конечно почему он ржавый кстати наверное скорее всего из-за того что как господин красильников их красил не дожидался пока они высохнут вот здесь у нас сбит отлично весь эспандер придется защищать он не дожидался пока они высохнут и просто сразу брал заматывал их и они все мокрые лежали в этом мешке ржавели сохли там все вместе все не прокрашено побито ручка отбита вот на наш надбивка не сбита опять ничего не прокрашено выглядит все это ужасно не знаю не эстетично у меня уже руки он все черные краска слазит видимо еще и используются очень дешевый покрой здесь вот сама ручка вся полуржавая покрашена ну короче краска краска еще раз краска ой на всех эспандерах краска то есть это для нас мало того что мы их ждали два месяца так мы еще и должны сами красить вот они такие все так что будущие ребята кто будет с ними сотрудничать имейте это в виду потому что ну ужасно ой